Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 по 4 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников ему сказал, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Это Евангелие от Луки. Тут несколько вопросов. Первое. Шестая глава. Евангелие от Матфея. Отче наш. Там никто его не просит. Он сам их учит, как постелись правильной, и как молились. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Здесь этого нет. То есть есть разночтение. Объяснение его такое дается, что в одном месте Господь сам сказал, а в другом месте ученики спросили, что раньше было, что позже не имеет значения. Суть вот в чем. То, что я совершаю крестное знамение правильно, это еще не означает, что я молюсь. Это содействует тому, что изнутри выходит. Здесь, если к этому искренне прилагаем что-то. Они о чем-то могли бы сказать. А как же говорили, что я должен прежде прийти. И они так учили. Он пришел, его не узнали. Здесь шло объяние крестителей. Ну, как можно было просить, научить молиться, когда, вот, сколько у нас вчера людей было? Половина то, что сегодня, да и все, сегодня не все пришли. У Иреев не так было. Он обязан был прийти. Обязан был трижды. Вот собирались они. С дарами с какими. Ну, все это строго сказано. А если отрекся? Ну, ходила девочка. И перестала ходить. А я не верю. Как не веришь? Евангелие говорит так. Ну, по-нашему, больше я ничего не могу сделать. Тем более, власть... Ну, даже если было бы театр... Теократическое государство было бы, как царская Россия. Что бы из этого было? Ничего. Здесь, говорится, кто при двух или трех свидетелях отрещется от закона, Божия, да будет по вине смерти. Но это же добровольно. Добровольно, но не идет добровольно. Поэтому зачем оно нужно? Ведь рассуждения какие? Вот сейчас любой человек, который хочет, чтобы правду люди знали, помогать им, как по правде... Я судился много лет, я знаю, что это. Хорошего найти адвоката. Ладно, у нас свой есть. Тут без проигрыша. А другой не знаешь, куда он и тянет. А у евреев-то не было этого. Ни исследований, ни ДНК, ни доктилоскопии. Ничего этого не было. Как? Два свидетеля. Два или три. Четыре уже не надо. Но если они обманывают. Да, такое было. Вот понравился виноградник. Солю, вы помните этот случай? А она, Изавель, говорит, так ну, я сейчас скажу, звонок только и все так. Нужно говорить, что он хулил Бога. А это, если ты хулил у мусульман, ну, плохо сказал, тебе уже не жить. Никакой прокурор не может. Вот одна она у колодца сказала, а что он наш этот основатель религии сделал-то? Ее сразу арестовали. Из-за нее весь мир страдал. Прокурор вынес решение. А она невиновна. Прокурора убили. Это сегодняшние дни. Здесь определенно и четко говорит, научите молиться. Чем же они жили тогда, эти люди? Что, не знают, как молиться? Они знали, как петь, как жертву приносить. Все знали, а молиться не знали. Я думаю для себя так, я ответа нигде не нашел, что рядом со Христом, лицемерие там исчезало наше, истинно-неистинно человек ходит, а здесь так. Златоуз говорит, как ты молишься? Если мы с ними блуждаешь, молитва до потолка не доходит. Им шевелишь ты губами, или голос издаешь. Не это главное. Где молиться? Господь встретился с женщиной, которая по всем меркам была дурного поведения, так скажем. Сколько было? Пять мужей, и этот не муж тебе. И однако, она первый вопрос задала, а где молиться? Наши говорят, на горе такое, а вы говорите там, ну не знали, что гора горе зим, гора гивал проклятием. Это так и было. Это свидетели. Гора это не просто камни. Когда Израиль входил в обетованную землю, надо было дать народу знать закон Божий. И было предупреждение. Каждый пункт, который будет считать, каждый должен сказать аминь. Чти отца и мать. И все отвечают аминь. И смотрят на гору горе зима. Поверните с гора гивал. Презирающий отца и мать, да будет проклят. И все поворачиваются. А ты не говоришь, тебя сразу вытащат из строя. Почему бы не сказал? Ты хочешь, чтобы дети были непослушные. Вы посмотрите на детей. Я могу о детях говорить, потому что я как директор детского лагеря, который сам создал православный лагерь, 45 лет. Чего-то не было. В один год, в 98-м, 15 комиссий краевых. До КГБ было задействовано. Три уголовных дела против меня воздвигли. Но Господь позволил все это. Господь повернул в другое. Никто ничего не получил. Опровержение дали, заплатили и проще. Но это понятно. Но сказать, а были ли дети такие, которые, ну просто смотришь, ты понимаешь, что он из браниев Божий. Не больше двух. За 45 лет. Это тысячи детей были. Из верующих семей. А как вы определяете? Я не настаиваю на этом. Тяга к молитве. Это я могу говорить. Я это испытал. Самое большее, что мне три года слепыло, и у меня было желание молиться и прятаться где-то. Спрятаться, чтобы никто не мешал помолиться. А кто, я не знаю. А вот кто-то есть. Мать пошлет, отец пошлет на поле, он без руки, пастух. Я обед несу. Остановлюсь. И начинаю молиться. А мне пять лет. Я это испытал и знаю. И если от этого нет, ничего нельзя сделать. Только вымалить. Да слово-то такое вымалить как-то. Ну, надо это. Я все время наблюдал за детьми. Как они? Где? Он работает бывает где-то, как будто бы отлыниют, дети жалуются. Я подойду потихоньку и смотрю, что он делает. Он букашку рассматривает. Как они муравей перекинули, как раз ногами взрослую букашку и тащат куда-то. И не трожьте его. А там, может, биолог какой-то будет где-то. И он сейчас... Я расскажу о дивных делах божьих насекомых, как через насекомых Бог приобретал народ свой. Помните, скнипы – это комары. Вот это тщательное наблюдение показало. Одна девочка только... Вот мы ездили миссионерскими поездками по краю. Евангелие в каждый дом раздавали. Тридцать тысяч Евангелия раздали только. Я одна. Приехал я весной. И она говорит, а когда мы поедем снова туда? Что она имела в виду? Но я все время за ней наблюдаю, как что-то в ней есть. Такое, что направляет к тому месту, где сам Господь. Научи нас молиться. Они же молились. Они жертву приносили. Слышали, как священники молятся, поднимают руки, как блеют опсы. Нам даже представить нельзя. Ну, кто-то в гости приехал. У тебя опсы. Ну, одного барана заколол. Хватит покормить-то. Ну, это вообразие. 120 тысяч сразу зарезали. Тысяч. Это сегодня на Алтайский кредо. Пол России надо перемолотить, чтобы найти. И все это никуда. В жертву. Как говорит Павел Слоренский, по щиколотку в крови ходили священники. Когда кровь текла. Быков там 22 тысячи. Одного быка. Это вы видели, когда его колят? Как он стоит, и вдруг он падает. Еще жизнь в нем идет. Кровь. А это тысячи. Мясокомбината не было. Там все открыто. Детей не прятали, чтобы ребенок не видел. Давайте туда проникнем. И все эти жертвы указывали на Христа. Любой ягненок, любой волк. Гаврииле. Телец упитанный. На Пасху считаем. Слово Янолетоуста. Итак. Научи нас молиться. Вы хотите научиться молиться? Я жду 5 секунд. Про себя. Вы решите. Заставить нельзя никак. Слово Святой в Библии встречается сотни раз. Слово Святейший. Два раза. Конечно, не человек. Это сегодня такая. Любого изберут на это дело. Кто его избирал, еще неизвестно. Святейшего. Ваше Святейшество. Святейший. Вот так вот. Еще два слова подряд стоят где-то. На Святейшем месте семь. На Святейшей вере вашей. Это Иуда уже в Новом Завете говорит. Апостол Иуда. Итак. На Святейшем месте. При Святейшей вере. Мы многого можем достигнуть. Научи нас молиться, Господи. Чтобы мысль доходила туда. Связь прямая была. Я отвечаю так. У живого человека живая молитва живому Богу достигнута будет. И мы сейчас начнем узнавать. Когда молитва доходит? В церкви сейчас так. Пришел. Кто-то заказал, может быть. Сколько? Записали имена. Не имело значения. Чтобы там в алтаре кто-то просчитал. Ну, бывает. Даже около алтаря стоят, считают. А кто считает? Какие имена записывают? Никого это не интересует. Библия все это намертво отрицает. Вот у нас нет такого, чтобы пришли, записки подавали. Свои знаем. Свои верующие. Я уже отвечал. Верующие. Тогда дай здоровье. Зачем ему здоровье? Когда он дает одну бутылку выпивало. Теперь здоровый будет. Две бутылки выпит. Еще мы получили. Если мы верующие, мы должны придерживаться правил. То есть, как говорят принципы, которые в Священном Писании. Ни шагу, ни влево, ни вправо. Так, лево и право, это не брат нас Сергей придумал. Это так написано в Библии. Не уклониться. Книга Иисуса, которую считаем, она вина. И говорит 1.8. Книга сия, да не отходит от уст своих. Но получается в ней день и ночь. Дабы в точности исполнить написано. В точности. В точности надо знать, как молиться. Потому что Ян Златовуд говорит, ты ребенок провинился, накажи его. Душа с телом так связана, что наказывая тело, мы вращуем душу. Возьмите. Мы, это не мы, которые стоим. Это оболочка хижина, в которой живет душа. Что я сделал, живя в теле. Второе, Каринтина, считаем, 5-10. Живя в теле, это язык говорит. Вы знаете, мне один раз пришлось видеть человека глухо, немого, слепого. Он не слышит и не видит. После я видел, фотографировали, как его. Ну, ребенок такой родился, куда он годен. Она профессором стала. Это даже вообразить нельзя. Какие платья, какого цвета, она сама говорила ей, но она не видит. Она не слышит. Это только по руке можно было. Пим такой есть, маленькому ребенку. Он капризничает. И нашли такого учителя, который научил ей понимать букву, а потом все дальше. Только вот ощущение где. Нам Бог дал возможность правильно молиться по всем пяти чувствам. И глазами, и ушами, и обонянием, и овсязанием, и вкусом. Мы везде и всюду можем понять, как велик Бог. Мы сейчас будем читать места Писания, которые сделают полное раскрытие. Начиная отсюда. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Отклоняет. То есть Бог дал 24 часа. А когда ты считала Библию? Над Нейсона от слушания закона. Законом называется Священное Писание. И мне говорят, ну, слова Библии в Библии же нету. Оно есть. Оно не переведено. Библия означает Библиос, книги. Другого названия нет. А там, говорит, книги, слово книга встречается многократно в Библии. Ну, ее перевод не сделали, и так понятно. И так отклоняет ухо. Как? Начинаешь говорить, он куда-то в другое место. Не слышал. Повтори, что я сказал. Не может. Он отклонил ухо. И молитва, она ему не нужна. Я говорю сначала о детях. Вот отсюда все закладывается. И сказать, что я буду настаивать, ребенок будет молиться, не получится. Ты должен перед Богом в десятки раз больше стоять, чем ребенок. И ребенок спит. Родители стали коров выгонять. Коровы доят. Я говорю, а когда дети? Ну, так, попозже встает. Ну, а дальше это что? Тебе же надо сепарировать, что молоко не прогрессано. Ну, да. А как ребенок? Я кое-как выжил. Ну, я говорю, другого умного, иди там, помолись, Степа. Чего он Степа будет молиться? Он еще не доспал. Спать охота. Оставь ты все, что у тебя есть. Встань с ним на колени, как вот Кисляков Спиридон говорит. Я бегаю, прибегу домой. Я не послушаю был. А себе, говорит, а мама на коленях плачет. Спири совсем меня не слушается. И я с ней на колени встану и плачу. А то какой будет архимандрит? Единственный из всех военных священников, которые полное покаяние пристали. Сколько тысяч я отправил на битву? Ну, Первую мировую войну кто начал еще? Итак, мы сейчас слышали, научи нас молиться. Мы присоединяем свой голос к этому? Кто-то сказал, кто-то, и Господь дал это. Мысленно скажите, Господи, научи нас молиться. Я хочу заложить крепко, на хорошую почву. Про себя повторите раза три. Господи, научи нас молиться. Господи, научи нас молиться. Не как люди учат, а как учат Дух Святой через Слово Божие. Итак, Бытие, 20 глава, 7 стих. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Ну, предыдущие, и дальше считать. Когда он появился там в Египте, а он знал, какой народ там походливые, злые. И играл, еще он на глазах играл в старые. Ведь в годы уже какие были. Но интересно. Значит, любовь не погасла в первые три года, как сегодня исследователи говорят. Полюби, по первому взгляду, больше трех лет не держится. А в четыре года уже развод. И разводов не просто у нас в стране, а 84,6%. Из 100 свадеб 84% официально развалились. И кто воспитывает этих детей? И здесь он говорит, Господь ему открыл. Это говорит Бог. Я не стал тут говорить, надо впереди было прочитать. Иди и попроси, чтобы он помолился за тебя. А кто со мной разговаривал? Для порона это впервые было. Свои были вожди, свои священники. По их-то тоже поверь, что-то было там. Нет. Молитву только его примет. Что ты наделал? Ты сказал, что это твоя сестра. Я чуть ее в постель не затащил. И всю страну Бог поразил болезнью. Да она мне сестра. У нас отец один. Но матери разные. Он тогда давай объяснять. Это разрешалось, как двоюродное считалось где-то. И он наградил, написано, серебра, золото дал, рабынь дал. Как-то загладить эту вину, чтобы он искренне помолился. Но может быть, вот отсюда вся эта милость и пришла на нас. Что молитва, когда он об этом говорил, со всеми недостатками, она из-за нас фактически была. Мы, дети Авраама по вере нашей. Это я говорю о слове молитва первый раз, когда встречается. Далее. Число 21.7. То есть кто-то за нас может ходатайствовать, зная о чем. Не просто записку подал, имена помените, 100 имен, 500 рублей заплати. А дают в монастырь, там на 2 года, на 3, бывает на вечное поминовение. Ну сколько же обмана конца нет? Вы даже не знаете этого. Цыгане приходят в церковь отпевать. Они не верующие, колдуны. Совершенно не верят. Священник сразу договор делает с ними. Так. Вы покойника привозят вас встречать там? Батю обязательно. На сколько было? Полторы тысячи. А так сколько? А так 4 тысячи. Я буду идти вот так. Хорошо. А вам хор что пел? Да. 35 тысяч. Ну сколько? 40 там. И дальше. Провожать будет? Я не знал бы, если не батюшка. Брат священник. И он говорит, это все так соопределенное. И они по самой высшей шкале. Ну куда он пойдет, когда Бога не знал? У них только колдовать и наркотиками отравлять страну. Больше ничего нет. Люди сжигают их селение сегодня везде. Итак. Считаем числа 21.7. И пришел народ к Моисею и сказал. Загрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисею Господу о народе. Моисея знали. Кого просить? Моисей не нарушал закон, а издавал закон. Как Бог ему дал. А сегодня никто не спрашивает. Находятся люди. Просто он у меня приезжал этот. Ездит везде такой знатный журналист и все. И теперь он едет к знатному учителю здесь, священнику. И набирает имена, пишут ему, объявил. Много набралось, сотни, наверное, тысяч. И он едет в Иерусалим. Там людей еще нанимают. За все платят деньги. Ну, этот журналист у меня приезжал. Специальная встреча тут была. Понимаете, обман везде. И они там стоят, высчитывают. Да Бог и так знает где. Вот этот больной человек, я не знаю, как звать его, Господи. Он так близок был к тебе. Почему он отошел от тебя? Простые слова. И он вдруг мне сегодня ночью прямо заходит сразу и говорит. Я не знаю, что со мной сделать. Я как проснулся. Больше ничего нету. Я не хочу сказать, кто я. Грешник. Великий грешник. Как у нас приняты. Супер грешник, архи грешник. Но Бог открылся. Дал мне Евангелие, Библию. И сегодня у меня там всюду пишут. Разных материков. Один в Америке. Вы подошли мне, как дали, пинком. Говорит, меня сейчас пишут. Ну-ка вставай. А кто ты такой? Вы назвались. Я, говорит, утром нашел вас. И сейчас непрерывная переписка. Другой, другой где-то с Австралии сейчас. Подошел, да крепко так понякнул. Та же самая история. Я не хожу, лежу на постели. Но молимся весь мир. А что делается, Господи? Я не прошу результата. А как тебе угодно. Как тебе угодно, Господи, сделай. Но чтобы люди поняли, что это от тебя. Чтобы они возвратали. Вот пример говорю. Мы просим-то своего. Этого не надо делать. Да будет воля твоя. Мне звонит из Германии. Внук, который... Один внук. Тяжелая операция на сердце. И она звонит. Ну, у вас что, молиться некому? Сказали, что вам Бог открывает. Я говорю, буду сейчас молиться. На третьей минуте операции ребенок умрет. А почему? Я не спрашиваю. Бог, если это мне ответил. Что? Так молиться или не молиться? Долгое молчание. В трубку. Не отвечает. Почему не отвечаете? Да как же? Понимаете? Вы еще не молились. И уже как же? Я просто испытываю вас и говорю, если... Она пропустила слово если. Делает операцию. Четыре или пять часов операции. Успешно сделали. Но температура поднялась сразу же. Молиться надо. Помолился, она сразу же звонит. Температура вся спала. От меня ничего не заметит. Молитва наша ничего не значит, если это Господь не примет. Не то что... Вот мы сидим за столом в лагере. В это время звонок. Мы раскрыли крышу, где-то Щелябинский или где. Дождь идет. Гроза. Помолитесь. Представьте, мы не знаем людей. И звонят. Мы сразу ложки положили, давай молиться. Они вещи обновляют. Вот чудо-то какое было. Бог сделал окно. Везде все хрещо. У нас ни до капли не упало. Как окно, на нами так и стояло. Я не выдумываю. Я перед Богом стою. Что делает Бог? Это не наше. Господь говорит. Испытайте меня хоть в этом. Не открою ли для вас небо? За что платить десятину? Это написано у пророка Малахии. Вторая и третья главы. Не открою ли для вас небо? Вы получите все. Сегодня такие просьбы, такие молитвы должны быть. Видите? Я сегодня, если Господь позволит даже и до собрания, я вам открою некоторые тайны, которые открылись в последние дни буквально. Тайны от Бога. Что за события и как себя вести. Я пришел готовым материалом. Несколько дней готовился. И вчера вечером другую тему пришлось говорить, чтобы поспешали делать. А сегодня я пообещал сказать о молитве. Итак, всегда ли молитва наша угодна Богу? И всегда ли можно молиться, не зная к чему? Вот сейчас молятся. Господи, дай победу, чтобы русские-то победили. Ну, наши же дети там. И молясь так, мы на себя накликаем проклятие Божие. Это ужасно, если ты это поймешь. У меня есть один ролик в интернете, называется «52 года в пути». Как я... Какой был? 13-й год. 2013-й. И мы приехали в Латвию, в то место, где я обратился к Богу. Ну, а дома-то нет где-то. А я с книгами подарить. Ну, все-таки нашел кому-то. На том месте, какой я в дому. И как я там молился, ну, кто бы не смотрел, если наши люди ездят. Даже мусульмане говорят, и мы плакали. И вы как-нибудь посмотрите. 52 года в пути Латвия. Мое имя назначено. Почему это Бог делает так? Это скорбь. Я с такой надеждой ехал туда. Моя жизнь там изменилась. Меня Господь принял. Дал крещение Духом Святым. Рождение свыше. Господи, я приехал, ничего нету. И в это время Господь меня посетил. Я упал и только молился. Не молился, а на слезы исходил. Это, кажется, Николай или Виктор снимал все. Там показывал Латвию. Венстус. Приготовьтесь. Вы сейчас услышите то, что придется делать ревизию своим молитвам. Правильно ли мы молились? От этого зависит многое. Учат людей всему. Петь учат. Вот у нас просто поставить какой-то цветок. 10 цветков нормал. А в Японии 2-3 года этому учат. Как правильно святы расставить? Каждый цветок что-то оснащает. Какое величие? В каком году? Учат специально этому. Чтобы кукла вот так дергалась и все. Около 15 лет учат. И поэтому кукла живого человека отличить, говорит, нельзя. Даже морщины может шевелить. А у нас молитвы нигде не учат. Ни в церкви, нигде. А как? А вам записку подай. За что? За упокой. А ходил в церковь? Да нет. Ну а крещеный был? Да он не крещеный, мощеный был. Ну говорят, будто бы да. Деньги, 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 деньги. Это симония. Это таинство. Молитва это таинство, которое сопровождает все таинства. Без молитвы нет причащения, без молитвы нет крещения, без молитвы нет вещания, помазания. Ну все на молитве, а молиться не учат. И вот ученики подошли. Они чувствовали, что-то у них неладно. У них не хватало веры. Вот я первая молитва была, когда дали Евангелие. Я понял, у меня нет веры. Я жил с верой такой. Не делал, что люди. Ну, у меня день и ночь знал, что я буду в аду. Меня никто не мог обмануть. Я не пью, не курю, не касаюсь женщин. У меня все равно. Не оно матрище мне сказал по сей день. Но я знал, что мне быть в аду. Вот Бог это полагает. Чтобы избавиться от ложной надежды, только Господь может. У меня не было... Я молился, ходил в храм. Ну, не это там, в Лапе до этого, когда не в Евангелии не было. Конечно, две свечки Божьей Матери и Христу. Божья Матерь это важнее, она мать. Все растуждение кончат. Мне никто не дал ни одного слова просчитать. А душа рвалась. Я понимал, я не выхожу из этого состояния. Вот на иконах эти в рай пойдут, а я в ад. И поэтому, когда человек ничего не знает и надеется, это будет царство, это великий обман. Выпросите у Бога. Иеремия говорил, с чего начать? Бог говорит, сначала разрушь, развей все, а потом насаждай. Да и так стройка идет. Пока старое разрушено не уберешь, новое не будешь строить. Считаем. Вторая книга царств. 27-29. Не посчитайте, что затяжно будет, это сгодится. Потому что в этом все. Вторая царств. 7-27-29. Так как ты, Господи, Савов, Божий Израилев, открыл работу ему, говоря, устрою тебе дом, то раб твой уготовил сердце свое, чтобы молиться тебе, такую молитву. Итак, Господи. Мой, Господи, Ты, Бог, и слова Твои непреложные, Ты возвестил работу ему, такое благо, и ныне начни, и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицем Твоим, ибо Ты, Господи, мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим, соделается дом раба Твоего благословенным, чтобы быть ему пред Тобою вовеки. Молитва – это разговор с Богом. С нами Бог разговаривает через Святую Библию. Я не слышал ни разу в жизни ни голоса, ни какого видения, ни разу, нигде, никогда. Ну, если я днем хочу маленько отдохнуть, там, головой прислониться к стене, прошу Господи, 15 минут мне хватит, через 15 минут около 20 стукних несколько раз. А никого в комнате нету. Это Бог делает так, доверием своим. Вот мы доверяем Ему, и Он нам доверяет. И мы должны думать, вот, кого послать туда? Молчок. Народ ничего не знает. И вдруг один человек говорит, меня пошли! И Господь сразу говорит, послал бы тебя, но у тебя уста нечистые. И думаешь, пророк Божий, самый великий, можно сказать, в Ветхом Завете Исаия. А вот, говорит, Херубим, взял клещи, уголь, провел по устам, ты чист. А это сейчас придумали, как говорят, толкует, что это причастие. Да причащается весь мир. Священник стоит и кричит, кто не причащался, кто не причащался. Совершенно неверующие подходят. Я заходил в это время, когда работали мы дворниками, выходят люди, плюются, я собирал это. Священник говорит, что вы делаете? Ну, сжигали там. Кого вы причащаете? Совершенно первый раз видят людей. Они не ходят, не верующие. Они говорят, что ты спинул? Ты что тут? Говорю, львиновый, что там попало в рот? Это в Покровском соборе было. А можно по-другому? Можно, надо работать. Ну, а как? Я даю совет, закрыть храмы. Я открыто говорил это, и священники многие, и патриарху писал. Храмы закрыть. А как тогда? Никак, закрыть. Сложить, все вместе, большой такой замок купить и повесить. Помните, пусть и рай было когда-то мы, что они писали. Что делали там? Осудили, посадили, а не лозом сразу. Ломай кресты. И приходят полураздетые, пилят пилой, и пошли по стране валить кресты. Везде. А что надо было сделать? Повторяю, закрыть. И чтобы патриарх был со всеми. Вся Россия, чтобы знала, храм осквернен, заходить в него нельзя. Он осквернен, они там писали. Безумствовали. Мы там были, молились и сказали. Прямо около храма Христа Спасителя были. Со всех сторон мы молились, когда были. И говорили об этом. И Господь бы сбил его по-другому. А их, да нет, не трогайте, не прикасайтесь. А они ответят перед Богом. А они поседули на то, у нас нельзя не убивать, нельзя его драть. А казаки сразу захватили и давай плетью пороть. Осудили там год-два дали, а за них буквально весь мир где-то. Ну, им лишь бы посмеяться над верой. Почему мне Бог это положил на сердце? Я спрашиваю. Там. Почему вам это не положил Господь? У нас все другое. Вы не знаете, какого духа Господь говорит. Вы помните, когда они приняли Христа в одно селение? Но ученики говорят, Господи, сделай, как Илья. Да пожечь эту деревню, тебя не приняли. Он говорит, не знаете, какого вы духа. Пришел не уничтожать, а спасти и найти погибшего. Сегодня печальное известие. Православное против православных. Сатана ухватился за живот и хохочет. А это уже все было сказано. А какой выход? Покаяние перед Богом. За все, что было, что есть и что будет. И тогда мы тихо-тихо себя будем вести. Никого не будем судить. Мне надо докопаться до самой глубины. Где я споткнулся? Где плохо молился? Что это за молитва? Павел говорит, я учил вас три с половиной года со слезами. Вы назовите мне хоть одного священника, который бы учил пасту свою три с половиной года и со слезами. Ну, я не видел. Вот мы у нас сидят за столом. Приехал митрополит Сергий. Ну, я первый как поел, стоял. Он говорит, стоит. Ну, Владыка, благословите слово сказать. Священники сидят. Он благословляет. Я не слышу, а он говорит. Сейчас, говорит, всем достанется, а больше всего мне. Митрополит. И улыбается сидит. И что, когда начинаешь говорить, священники, как будто первый раз они слышат это. Вы это знали, знали, знали. Почему же это не делали? Почему народ не учите? Ненаучений православных никого нет. То есть, стих там, там, заговори. Вот у нас пошли к адвентистам седьмого дня. И он называет. Глава такая, это Даниила. Вот сколько бабок сидит, там 70 человек, только шов их идет. У нас, скажи, да не отдай Библии, ни у кого нет. Я сколько раз говорил, берите с собой. Когда говорят, проверяйте. Так у нас занимаемся. 11 занятий за одну неделю у нас идет. И то с места не изменишь. Некоторые даже Новый Завет еще не просчитали. Я уже допытываюсь, скажу, а про Библию говорить? А чтобы ежедневно считать, да не отходит книга сия от уст своих. А как спастись? 1 Тимофею 4, 16. Вникай в себя и в мучение. И занимайся с этим ни день, ни два, постоянно. И вот так поступаешь, спасешь себя и слушающих тебя. А так не поступай, никого не спасешь. И мы увидели, как Господь призывает человека через Слово Свое, чтобы мы его услышали. Читаем. 3 Царство, 13, 6. И сказал царь Иераваам человеку Божию, «У милости ве лице Господа Бога Твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И у милости ве лице Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. Почему он попросил? Потому что он сказал, простил руку, взять его. Он сразу помлился, и рука отсохла, назад не может повернуть, стоит. Все. У нас с мощами какая беда-то везде. Кости, чемоданами везут, продают, везде приложись. Ну, посчитайте житие святых. Ни одного случая нет, чтобы святой согласился, чтобы его резали мертвого. Фаршировали. Нигде нет этого. Ну, 1 сентября Семен Столпник. У него знакомый патриарх. Патриарх пришел, как рукополагал. Видимо, так звук руки не ложил на него, чтобы прийти к нему. Своих священников во всей стране там много, а вот этот особый настал песней, что он на них мог благословить. И руку полагают его священники. И когда он умер, и патриарх решил волосинку взять из бороды на память, рука сразу отсохла. Патриарх у Столпника. 1 сентября, житие его. И он там молился, Господи, ну рука-то не движется. Прости меня. Волосинку сразу положил на место, рука встала на место. Надо знать, кого просить. И поэтому знакомьтесь больше с людьми. Говорят, а монахи молятся за весь мир, а я им отвечаю за это. А мы что, за воробьев только молимся? Хотя я и за них молюсь, чтобы не замерзли. За весь мир. Но мы обязаны молиться за весь мир. Какая-то заслуга наша. За стол садимся, молимся. На молитву уходит 10 раз меньше, чем до стола, когда сидим. Итак, книга пророка Иеремия, 14.10. Самый любимый пророк мой. Иеремия, 14.10. Так говорит Господь народу сему. За то, что они любят бродить, не удерживают ног своих. Зато Господь не благоволит к ним, напоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. Итак, 48.10. Это главный стих, к которому будем многократно возвращаться. 48.10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. И проклят, кто удерживает меч его от крови. Давайте разберемся досконально, буквально. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Ну, ты ходишь в школу или специально, лечишь людей, справедливость устанавливаешь. Божье это дело или не Божье? Надвое. Везде можно. Божьим делом считается то, что конкретно касается души. Это что в церкви, в первую очередь, это Божье дело. И ничего в мире нельзя проверить по-другому, как по-церковному. Священники сегодня безобразничают везде. Это с Украины к нам наползло сюда. Крещение в Барнауле негде провести, только ладошкой, полбу, все. Даже купель построили. Взрослый стал вот так. Ну, вот так-то, какая же эта купель-то? Ну, сделай так. Христос умер как? Он ложился? Не ложился. А мы в смерть Христа крестились. Ну, считаем, 6-4 послания к римлянам. А как он умер стоя? Человека, который стреляет, и он падает. А он не мог упасть, он прибитый. Крещение так и должно быть. У сектантов его опрокидывают на спину. Это положение во гроб. Даже внешне церковь усмотрела все. Как? Ну, как Господь? Асфикс, он задыхается, он поднимался и опускался. Вот так и должно быть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Троекратное полное погружение. В Воронежской области у нас брат был там, Сергей, парализованный. И нигде не могли найти священника, который согласил полное погружение. Ну, его нельзя-то. Ну, под ним сделали там из салапана. Сколько-то стоит. Ну, знаешь, там был. И его обливание полностью уже облили. Но он парализованный. Семь лет лежал. И что? А вот то, что никого больше нет. Мы в тех местах ездили и пытались найти. Никого нет. И об этом патриарх Алексей Второй говорил. Даже деньги берут. Какой ужас. Он как будто не знал. И дальше давит. Каких бандитов на принимали церковь? Патриарх дает какие названия? Бандиты. А ведь мы-то живем среди этого бандитизма. Что мы сделали для того, чтобы люди правильное крещение получили? К нам приезжают крещение. Принимали из Италии. Из Франции. Из Германии. Из Ливана. Вот она была недавно здесь, сестра Елена. А где? А нету нигде. Это дело Божье. Что-то непонятно. Ты хорошая швея. Хороший там журналист. Может на двое. Но Божье. Вот это таинство и проще совершать. Кто небрежно делает? Проклят. И можно никак. Проклят Бог сказал. Нам это все равно. А дальше. И проклят. То меч Господень удерживается. Открыли. Какое меч? Наказание. А на какое наказание? Моры, глады, землетрясения, войны. Это меч Божий. Это бич Божий. Чтобы нас обратить. Чтобы мы молились Богу. Признали вину свою. И кто не надо, Господи. Проклят будешь. А как молиться? Молиться так, Господи. Если угодно. Продлищий мир. Если угодно. Мы не знаем. За что такая кара в наше время? Народ одной веры. Народ одной, можно сказать, национальности. Мы никогда не разделяли. И вдруг война. Война. Сатана ликует просто здесь. Я ни имена, ни наказы, нигде не произносите. Но понятно, о чем речь идет. И мы должны молиться. Господи. Не победа нам нужна. Победа над самими собою. И стреляют друг в друга. И убивают. И громят. И показывают, сколько детей погибло. Я ни за что не берусь отвечать. Кроме за то, что где-то я виновен. Нашелся среди человек один. Он приезжал несколько раз. Близкий. Притом хороший адвокат. Замечательный человек. Звать его Сергей. Попрошу помолиться. Уже в камуфляже и с автоматом в руках. Русских агрессоров уничтожать. Вот как. Какая моя вина была в этом нет. Он приезжал несколько раз у нас здесь был. Просто замечательный человек. И вдруг в последнее время перестал писать по-русски только по-своему, по-украински. Он говорит, мы не понимаем вот этот язык у них. Вот за это зацепил сатана. Которые беженцы пошли сейчас. Они в Молдавии. Приезжают туда и говорят, с нами разговаривать только по-украински. Он говорит, мы ни одного слова не знаем. Вы к нам приехали в гости и командуете. Я молдаванка, я не знаю этого. Это открыто показывают люди, когда выступают. Мы должны понимать. Самое главное. Расслышать голос Божий. И поступать, как Он скажет. Кому в плен, в плен. Взявший меч, от меча погибнет. Мы за Него сейчас все молимся. Повторяю. Очень хороший человек. Сергей. Да коснется Господь его сердца. Я напрямую не могу выйти никак на Него. Кто-то имеет, уже говорили, плащут и прочее. Это сегодня, мне утром скинули, стоит с автоматом. И вот говорит он, уничтожает русских захватчиков и прочее. А ведь это не с их только стороны, а с этой. Сатана этому рад. Убийцы царствия Божия не наследует. Да как же убивали тогда? Не знаете, какого вы духа. Не удерживайте меч Господень, ты проклят будешь. Я хочу, чтобы ни одного нашего не убили. Я не могу сказать этого. Я скажу Твою, Господи, да будет воля Твоя. Меч Божий опускается. А их там пленных сегодня набрали. И они все раскаиваются. Почему ты раньше это не делал? Ну, ясно дело, плащут его, жизнь кончилась, все. Я не называю, просто чтобы поняли, что мы живем прямо на самом краю. Это может коснуться нам. Самое уязвимое сегодня аэродрома. Так что лично, раз куда не надо, не выезжайте. Показывает, сколько уже диверсантов тут захватывают и прочее. Молитесь, когда будет воля. Чтобы Бог умудрил правителей. Кто командует страною, чтобы он все делал по слову Божию. Почаще встречался с верующими. Из тех правителей, какие я знаю, вот так открыто молиться, я не одного не могу называть только нашей стране. Когда Норд-Осси захватили, и он сам говорит интервью. Я, говорит, склонился перед иконой первый раз. И молился, что делать-то? Отравлять, значит, и там мирные погибли. Как? Когда они все вокруг разнарядили, дом взлетит. А и трещь шла тысяча. Я видел, как он крестится, кланяется. Так что усилите о нем молитву, чтобы мудрые решения принимал. Сначальствующих будет строгое отзыскание. Ни о каком наказании никому не молитесь. Но и не защищайте. Да будет воля твоя. Меч Божий поднятый, и он опустится где надо. Проклят, то меч удержит от крови. Этот меч должен обогриться кровью. Читаем. Еремея 42, 20. Ибо вы погрешили против самих себя. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав, помолись о нас, Господу Богу нашему. И все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали глаза Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Ну, вы знаете, брат, вы свидетели были при нас. Когда мы у нас дома беседовали об одном деле, пришли люди и решила о детях, кому-нибудь у ребенка. Я говорю, вы дайте обещание Богу, что суд решит, так и будет. Мы же молимся здесь. Дали слово. И суд не в их пользу, и опять они начали, опять курорисовать это все. Не надо этого делать. Если уже мы так искушаем Богу, то обязательно сделай так. Да и так можно было не доводить этого состояния-то. Ну уж если уже решение было принято, суд вынес решение, ну успокойтесь. Ты еще не знаешь, кого ты выпрашиваешь. Может тот, кто тебя будет на тот свет отправлять. Остановитесь на этом. Вот что у меня есть, у меня при избытке все есть. Господи, дай смирение, кротости, воздержание, чтобы молитва была. У нас настоящая молитва-то редко звучит. Вот когда у нас бывает последняя, я говорю, помолиться кого-то. И вот начинает спотыкаться, пять слов не скажет, видно, что не знает. А вот если который был там у сектанта, где-то из баптиста, у него как река какая-то еще. Он приучен. Я не говорю, что того слышит, а этого не слышит. Ну должно быть открыто у тебя это. Ты когда идешь дорогой, ты молишься или нет? Ты научись у Давида молиться. Кажется, не още молиться. Вот здесь я даже показал один псалом, 136-й. И он определенно говорит, сейчас даже можно не открывать. И он, я не знаю, где он молился. Господи, ты поразил лого царя Вацанского, да будет имя твое благословенно. Вот такого-то и перечисляет всех, кого убил Господь, уже готовое. И да будет имя твое прославленное. И за каждым один и тот же припев. В пещере он сидел, на царском престоле, в путили где-то был. Но он что видел, то и пел. Ели жилища, горы, убежища с зайцем. Да у нас и зайцев всего хватает. А что ж я не пел-то? Теперь только за ним следом иду. Это что ты видел? Он все прославлял Бога и молитва дошла. Почему ее считают на всех языках? Псалтырь. Самая считаемая книга в мире, а ведь ей уже не два года, а три тысячи лет. Это особая книга. И она все большее число приобретает в себе людей. Я слышал на еврейском языке, когда исполняют псалмы и как поют. Я не понимаю эти слова, но это что-то. Я советую, да зарядите. Еврейское песнопение псалмов и как они поют, с каким воодушевлением. Отдельно хор мальчиков, еврейский. Ну, еврейские мальчики, хор как поют. Ну, один раз мне мешает послушать. Как будто бы Давид спустился на землю. И вот особая музыка, особый припеп. И как они стоят, они прям дрожат на молитве. Не просто стоял, клевал носом. Как батюшка был в монастыре и говорит, сколько спите так. Гляжу, вот монах по стенке пополз. К стенке отблокотился, труснул и ну все. У нас одна сестра тут тоже ревнительница. Стоит, упала, впереди-то сонный старичок. И только как домино, пошли друг за другом. Это наши молитвы. Господь иногда нам это показывает. Но если мы молимся, написано, не искушай Господа Бога. Ты, во-первых, не пристанно молись, а потом подумай, о чем молиться. И об этом говорит Иисус Сирахов. Но если он говорит об этом, значит, мы тоже принимаем. Далее. Исход 32-32. Вторая книга Моисеева. 32-34. С 32 по 34 стих, да? Исход. 32 глава, 32-34 стих. Прости им грех их, а если нет, то изглади меня из книги твоей, в которую ты вписал. Господь сказал Моисею, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. И так иди, сойди и веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их. Вот эти слова, раз я не знал апостол Павел, зачем он пошел против этих слов? Я знаю еще двух человек, Серафим Сарусский также. Меня накажи, меня выщеркни из книги жизни, ну, пощади их, священство. Это не где-то мы считаем, а третья книга священнослужителя, 601-я страница. Патриархом Пименом благословленная. И об этом говорил апостол Павел. Я готов быть решенным все, что получил, за родных мне по плоти иудеев. Почему говорили? Ревность, которая затмила горизонт. Ты там ни разу не был. Быть отключенным от Бога. О чем ты говоришь? Там одна минута за тысячу лет покажется. Здесь я читал один рассказ, не помню даже в житиях или где. Один лежит, ну, парализованный. Не 7 лет, он 17 лет лежал этот Сергей. И он, ну, лучше умереть мне. Да уж в аду бы мучить, а только не здесь. Такая боль, когда-то внутренность там все. И ангел услышал его, говорит, хорошо, ты умираешь. И будешь в аду. Так лучше в аду мучиться, в аду. Проходит день, два, три, сто лет, никого нет. Он говорит, ангел забыл, а кричит там. Тогда ангел явился и говорит, прошла одна минута, что ты так волнуешься? Одна минута. Вот и весь сказ. Это мы только говорим, когда о том-то, о чем-то. Вот. Да я не верю в Бога. Маленький пример. Пушкин однажды сказал так. Я согласен стоять одной ногой на выступе, над бездонной пропастью, в сплошной темноте, только чтобы ощущать, что я есть. Никакой молитвы не было. Но она показывает, как дорого в этой жизни жить и ощущать свое я и быть вечности перед Богом. В темноте, одной ногой, над пропастью, он все собрал, чтобы показать. Выше этого я еще не могу больше сказать. Итак. Да вот смилоститься с нами, Господь. Дома можете прочитать. Сераха 8, 23. Сераха. Дальше. Иеремия 11, 14. Я специально Иеремия много взял, но чтобы увидели настрой его к молитве. 11, 14. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствие свое. То есть они когда пошли в плен, Иеремию сказали, уже уходят из страны, в Египет. Он говорит, ты помолись, и что Бог скажет, то и сделал. Он говорит, вы не послушайте, я буду молиться. И через три дня будет ответ. А вы не послушайтесь, и ни один живой не останется. Нет, послушаемся. И он когда помолился, и Господь сказал мне, не ходите в Египет, не надо прятаться. Останьтесь здесь, в этой стране. Да это не Бог тебе сказал. Да тут банды гуляют какие, ну, в смутное время, как в России. Я же вам говорил. Но идут в Египет. Бегут от кого? Ну, если по нашим меркам сегодня, допустим, я решился делать так, как Иеремия. Враг нападает. Уже подходит к Москве. А я бы сказал, не надо делать заграждения, не надо расстата пускать. Откройте двери, пускай тот противник заходит. В это же не расстреляли бы. А он это говорил. Откройте ворота города. Не надо сопротивляться. Как? Мы уже договор заключили. Египет придет. Египет поможет. Не придет Египет. Египет будет разрушен. Кем? Вавилоном. И когда пошли в плен, ну, кто что берет. Одни поехали, взяли икону только. А икону стекли. А потом, когда там были, построили стекло. А то у нас, говорит, стекло сняли, поставили. Это сгодилось. И вот здесь тоже, что надо? Он что-то несет, никто не знает. Тяжелое. И когда пришел туда, он тогда вытащил из рюкзака, что принес? Булыжник. Обмазанный глиной. А зачем? Он говорит, ну, тут восстановились? Ну, да, мы тут поселение сделаем. А имя Египта разрешает. Ну, как, Иосифу, когда был Яков, пришел. И он тогда взял камень этот, зарыл. И говорит, запомните где. Давайте пометим его. Вот здесь будет престол Вавилонского царя. Когда он разобьет Египет на голову. Это я ему сделал фундамент. Никогда не придумаешь, что есть. Булыжник тащить. А люди тогда вспомнили. И когда нужно было показать, какая осада, Господь говорит, ляжь на одном боку, не переворачивайся, а на одном боку, там, три тысячи дней будешь лежать. Господь ему дал повеление взять там пшеницы, сколько по нашему гороху, ищ меня, и готовить на засохшем человеческом испражнении. Он только отмолился, Господи. Ну, можно, и Господь, ладно, бери коровьи лепешки. А там Библия нам все говорит. Небольшая, такое, ну, чтобы человеку можно было. И он так и делал, и все. Зачем? Лежит, лежит. Вот только в осаде будет наш город. Запомнили, запомнили, ничто не поможет. Да как в плен возьмут? В плен возьмут, там будете виноградники садить, дочерей замуж выдавать. То есть все сказано было. Да мы выстоим, мы патриоты. Все будет разрушено. Есть такой фильм «Еремия». При случае посмотрите. Очень и очень хорошо показано. Дальше читаем. «Еремия» тут же, 15-1. Прямо не молись, я не услышу Господь, говорит, заметьте как. Надо знать, о ком молиться. Не просто тебе сказали, за меня помолись, а ты спроси его. Вот у нас за кого Павла не молятся, а только за своих, кого знают. А сын неверующий, это третья записка, об обращении к Богу. В церкви нигде этого нету. Нигде я ни разу не встречал. 15-1. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лице моё Моисея и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Пускай они это напишут, как у нас написано, кто отклоняет ухо своё от слушания закона, того молитва мерзость. Покажи, что видели другие. Итак, можно ли как-то избавиться? Никак. Но я найду хороший монастырь, ни Моисея, ни Самуил. Бог был самых великих праведников, и говорит, они предстанут? Я скажу, нет, прогоните их от меня. Кого прогнать? За кого молятся? Бог не услышит. И мы найдём в новом зайти. Возьмите для себя правило. Никогда не молитесь за тех, кого не знаете. Это Бога прогневляешь. Не удерживай меч его от крови, ты проклят будешь. Настаивая, заучите наизусть. Иеремия 48, 10. 48, 10. Ну, потом посмотрите. Дальше. Да, надо было ещё прочитать 7, 16 впереди. Иеремия 7, 16. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя. Видите, одно и то же повторяет и повторяет, Господь не возноси молитву. Но это там родственники мои, не молись. Это бесполезно. Бог даёт указание, даже назад не обращивайся. А жена обратила голову, так и осталось стоять на том месте. Сольной столб. Ну, знаете, о ком речь идёт? Так он праведник. Не Авраам, никто не спасёт. Надо точно узнать, Бог сказал как. Идти не оглядывайся, значит не оглядывайся. А когда это говорить? А тебе Бог положит. Я рассказываю, когда людям. Почему? Апостол Павел говорит, как было с ними, как змея повис, так он стряхнул в огонь. Я стою на вахте, так же беру из опыта жизни своего. Подходит человек, ну что борода? А я вижу, он безбородый. Курит стоит. Я говорю, да слава Богу, с Богом всё хорошо. А что хорошо? Мне 13 лет Бог дал жить дальше. Табак отнимает 13-15 лет. А ты куришь. И что? Ну, раньше умрёшь. Он разорвал и бросил. А вот, говорит, у меня ходили вы на разбой, тут открыто говорит, маленько выпивши. И милиция догоняли, стреляли, и у меня друга убили. А сейчас он приходит ночью и зовёт. Валера, пошли. Я говорю, ты, ребят, схоронили, я с ума схожу, что делать надо? Я говорю, в руках чего у тебя? Бутылка. На это я отвечать не буду. Он пасыных бетонный об столб ударил, разбил. Что дальше делать? Я говорю, сейчас иди домой и не оглядывайся. А он идёт за мной сзади. Его нет, это сатана идёт. И ты не оглядывайся, ну скажи, Господи, помилуй, два слова запомнишь. Всё, больше никогда не было. А как вы узнали? Тут написано. Уже всё написано, не оглядывайся, ты возьми это к себе. Ну, кто взялся за плуг, оборачивается назад, орала называется, не оборачивайся назад, ненадёжен. Нашу мать спрашивали, а что такое орала? Она говорит, ну если ты пошёл за Христом, да крылом-то не вороти назад. Она по-своему объясняла, но смысл похожий. Итак, читаем. Числа 18.1. Тема очень большая, поэтому ничего. 18.1. И сказал Господь Аарону, ты, сыны твои, и дом отца твоего с тобой понесёте на себе грех за небрежность во святилище, и ты, сыны твои с тобой понесёте на себе грех за неисправность в священстве вашем. Ну, он учил их, как свечи наши знают, ну, свечи где-то там зажёг, да и всё. Что они сделали? Написано, что зажгли светильники от чуждого огня. Это митрополиты по-нашему взяли. Что за чуждый огонь? Где они его имели? Ну, нет папирос уже, тогда этого не было где-то. И Бог обоих убил. Что они там сделали стали? 250. С неба пал огонь, и вместе с жертвенниками, скодильницами, и всё сгорело. Их-то выбросили эти, похоронили, а которые, кодильницы, их развернули, и жертвенник, чтобы все помнили, оковали им. Красиво было это. Ещё прочитаем. Первая царь с 15-й глава. Я беру только о молитве. Первая царь с 15-й глава, с 13-го. Ну, и дальше я скажу, там далёко что-то, 35-й. Первая царь. Когда пришёл Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполню слово Господа. И сказал Самуил, а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волок, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волок для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуилу, подожду я тебе, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему, Саул, говори. И сказал Самуилу, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царём над Израилем. И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал глаза Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу, я послушал глаза Господа и пошёл в путь, куда послал меня Господь, и привёл Агага царя Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волок взял лучшее и заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Голгалии. И отучался мой, неужели все сожжения жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше ту ковнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царём над Израилем. Всё понятно, дальше этой главы просчитать потом можете. И что было? Он говорит, почему ты не взял всё? Ну я победу одержал. Но с Агагом сейчас мы только договариваемся. Договариваться не надо, безоговорочная капитуляция. Когда пришли немцы, уже в Берлине война шла, прислали специально человека, который имеет власть подписать. И сразу из Москвы ответил, никаких подписей, ничего не надо, безоговорочная. Сдаёте телевизор, с землей сравняем всё. Ну всё тогда, безоговорочно, Богу не надо. Он сказал уничтожить, но я уничтожил. Но с царём мы договариваемся, кому будет Крым принадлежать, там по-своему где-то. Где он царь? Вот он где. А он пророк, он берёт меч и сразу голову отрубил. Я же сказал тебе, убить надо всё. Никого не оставлять. Ну и люди видели, какие бараны красивые, у нас даже таких нет. Богу жертву. Это и до поклонства. Это волшебство сравнивается. И вот мы каждый день с этим волшебцем живём. Не так сказал. А ты поставь себе за правила, делай как он слышал. Я вот сегодня говорю, и у меня уверенности нет, что он слышит. На занятии не остаются некоторые. Собрания не остаются. Дорогие мои близкие. Понимаете, сколько труда тут положено. У тебя ещё как будто бы всё ладно. Ты ходишь нормально. Ты не забывай о том, что перед нами вот-вот будет исполняться 8-11 Амоса. Пошлю Господь, говорит, голод на землю. Не хлеба, но жажду слышания Слова Господня. И от моря до моря будут ходить юноши и девицы. Ища где услышать и не найдут. Сегодня всё есть. Мы сейчас, которые у нас в интернете есть. Электричество отключат и ничего нигде нет. Все интернеты полетели. Отдельно Библии были. Заготавливайте материалы, книги. Заготавливайте. Связи какие. Вот-вот Ютуб могут закрыть. Уже сколько раз сказали. Ну там в Фейсбуке это всё, подряд Инстаграм и всё это подметают. Это нам звонки даются оттуда. Ни грамма. Конечно, мне дорого всё. У меня на одном только канале 22 500 роликов. 67 миллионов просмотров. Сколько людей. Сегодня только ночью, кажется, двое новые пришли. И все это понимают через то, что вот снимаем и люди находят ответ. Если кто боится этого, у него ничего нет, он не делает, под свою нулёбку пытается. Неправильно. Я прошу вас, мысленно молитесь сейчас, что измените отношение к общине. Вы были, отстояли, а то вам раз если нет где стоять тогда. Общины нету. Один раз в месяц пришёл, и всё, батюшка пришёл, причастился. Ты не участвуешь нигде. Постарайся. Мне от этого ничего не прибавляется, не убавляется. Что мне дал Бог, это уже нельзя больше этому дать. Я прошу просто отношения изменить их к Слову Божию. У нас идут занятия. Не можешь. Верю это. Ну зайди в интернете, когда есть, у нас идёт работа. И по скайпу, и везде. И 11 занятий неделю у нас идёт. Этого больше нигде в интернете нету. И люди как много знают. Вот. Иногда обижаются нас на одного брата, он грубо разговаривает, то другое. А он так много знает, этот наш брат. И он когда... Я нигде не вмешиваюсь, как они между собой воевают. И где-то да, он не привлекает этим, его не одобряю в этом. Но он преподает с верою. И люди, которые первый раз слышат. Ведёт Ветхий Завет, трудные моменты. Он как будто сам. Я всё это слышу и нигде голоса не подаю. Ну, когда уже час они ведут занятия, это полчаса мои. Тогда ответы. И поэтому из-за брата этого даже не буду говорить. Чтобы он не возгордился. Мне очень нравится, как он ведёт занятия. Он говорит так, как будто сам с Моисеем рядом был. По порядку каждый пункт, каждое правило. Он возносит... Ну, видно, что искренне, нерождённое, свыше человек, который не может так говорить. Таких речей там не бывает. Есть такое, кажется, у Мэя стихотворение про Беда слепой, как он проповедовал. Как мальчик поводыренно смеялся над ним. Тебя увидали пастухи, какие-то старцы стоят на дороге. Вот жёны с детьми говорим о Боге, о сыне распятом за наши грехи. И старца лицо просияло мгновенно, как ключ, пробивающий каменный слой. Из устов бледных живой волной высокая речь потекла вдохновенно. Казалось, слепцу славе небо являлось. Дрожащее к небу рука поднималось, и слёзы текли из потухших очей. Без веры таких не бывает речей. И вот это как поэма такая, и она говорит, как говорит. И когда, а тот пошёл ягоды собирать, поводы, пришёл, никого уже нет. Умолк, грустно старец, главой паникая. Но только умолк он, от края до края, аминь, ему грянули камни в ответ. Понимаете, это без слёд слышать нельзя. Камни возопьют. А ты ещё говоришь так, что и родные-то не верят. Если дети, которые не ходят, не складывайте руки. Ищите разные способы, советуйтесь. У нас приехали тут гости, были. И сказали, что они уехали. Вы знаете, какое у меня огорчение было. Я понял, что уехали. Уехали. А они вот, они тут и стоят. Понимаете как? Я ничего не могу, я не расслышал, видимо. Сказали, уехали. Я доготовился. Они хотели что-то узнать. Я хотел после занятий. Тогда приглашу, мы побеседуем. Я готовился эти дни. И вдруг они уехали. Я уже ни на счёт не хотел смотреть, даже думал, не буду говорить сегодня. Вот понимаете как? Потому что настроен на это. Я не могу умолчать. Я не златоуст, ничего. Но я знаю, что такое любить Господа. Там всё у него. Ведь я, да, ещё сказал, о чём говорят. Законы какие были. Два-три человека показали, и всё. Отлел виноградник. Но сегодня это не так. Доказательства нужны. Да какой параграф говорит. Сегодня я на адвокатов, которые помогали мне. Я не знаю, как говорится. Уж не молиться, но... Все процессы выиграны, считай, были. Ну, против ни одного не было. Почему? А тогда так, они сразу сказали, он хулил. И его убили камнями. Ну, так тогда это не правда. Ничего, правда, правда. Кто подбил? Так, ахав. Так, помрёт. Господь готова жена. Собаки сидят. И всё так и будет. То есть, оно никуда не вышло. А вон праведник, он на небе находится. Мы должны понимать, что тогда было по-другому. И учиться не надо было. Юриспруденции. Два-три человека, они сговорились между собой. Два-лжи свидетели. И всё. Это вопрос такой. Осуждать не надо, что там было плохо. Там всё-таки на первом месте стояло последнее слово за Богом. А сегодня это не видят. А кто? Я кое-что могу сказать, ничего не называя. А кто виноват, что это есть? Вы сами молитесь, что Бог вам это открыл. А Господь, когда откроет тебе, ты будешь тогда вот так вот думать. Как же я этого не видел-то? Повторяю, я не называю никакие имена, никого. Ну, понятно, о чём говорю. Что делать? Довериться Богу. И вот мы это просчитали, когда ещё несколько просчитаем. 1 Иоанна 5,16. Не молитесь, не молитесь. Бог говорит, они молятся друг за друга. Не молитесь. Теперь в Новом Завете считаем. 5 глав, 16 и 17 стихи. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится. И Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти не о том, говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех. Но есть грех не к смерти. Понимаете? Одна загадка. Где? Какой смерти и грех? Вот начинается. 7 смертных грехов. Ну, барошюрки выпускает, там архимандрит там был такой где-то. Самый большой грех, если вы не знаете, запомните его. И Дух Святой придёт и обречит мир о грехе, о правде, о суде. Это Христос говорит, 16 глава Евангелетяна. О грехе, что не верует в меня. Ну и дальше говорит. О правде, что иду к Отцу моему. То есть вознётся. И о суде, что князь мира сегодня дьявол осуждён. Всё. Первое, что не верует. Он не верит, поэтому он родителей не посчитает, дети не слушают о родителей. Оборотни, там полиция, милиция, о чём пишут. Что они делают? Банду возглавляют, офицеры. Ну, это всё открыто, такая газета, щит и меч милицейская, Министерство внутренних дел. Считать страшно. Что сколько людей убивают, машины перекрашивают и прочее. Всё работают на работе, никто не знает. Я вчера одного упоминал, полковник. И когда у него забирали, уже арестовали, и он даже виду не подаёт. На самосвале деньги вывозили. Несколько тонн. И всё, пачками всё свёрнуто где-то. Так только то, что нашли, а ещё у родственников. Какие взятки ему давали. Какие дела. Нам есть о чём молиться. Вот у нас молятся, которые отдельно поменяют. Господи, коснись полицию, врачей, пожарных. Сохрани их. Такая опасная работа. У нас своими словами молятся. Мы здесь живём. И Господь нас сохраняет. Это не просто так. Дальше. Какой грех, я сказал. В том грехе, в котором нет раскаяния. Вот это смертный грех. А дальше, только чтобы человек покаялся. Риминам 12.14. Ещё немножко. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Не проклинайте. И когда мы считаем первое послание Писану Никитсу, 5 глава, 17 стих. Непрестанно молитесь. Повторите про себя три раза. Непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Где? Когда? Непрестанно. И то, что видишь другими глазами. Вот уходишь из дома и посмотри. Последний раз ты видишь. Вот у нас фильм один ставил. Он его Малашин Юрий Николаевич. Там второе крещение Руси, кажется, называется. Глаз попиющего. Где-то близкий, близкий был нам человек. Близкий. Готовился к окрещению. Ездил с патриархом Алексеем Вторым. Один только был, журналист такой. А он считался мозг в киностудии документальных фильмов Новосибирска. Около ста фильмов у него есть. А он поставил так, что оказалось все против них. Ему это простить не могли. И притом сделал так, что будто мы с патриархом сидим за одним столом. Я говорю, патриарх. Хотя там не говорится, но смысл такой есть. Поехал в Шушенске где-то что-то. И там только нашли его. Перед этим сожгли у него дачи. Жена говорила. И там все его архивы были. И вот когда последний раз он уходил, а жена говорит, я на втором этаже, деревянный дом. И он оттуда, а лампочка мне зубит, он последний раз рукой такой. А я вил одну руку. Ну а дальше его уже домой не вернулся. Юрий. Будет сердце расположено, помолиться. Он так много для нас сделал. В этом вопросе. Я ему все дела по зарубежным связям все отдал. Вот Богосподь, когда я услышал, что вот это случилось, я ничего не мог с собой сделать. Я вышел. Я не могу слезы остановить. И рядом магазин был, зашел. А потом все увидели. Они у меня затащили. С двух сторон сидят, полотенце вытирают меня. Я говорю, человека какого потеряли? Готовили фильм. Да, вошел на языке. С ним. И ничему этого не должно было сбыться. И он крещение не принял. То есть, обливанность он был. Ну вот такое дело. И еще. Деяние 4,27. Ибо поистине собрались в городе Сен на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Ирод и Понтия поминают в молитвах. Я посмотрел 26 раз в Библии слово Ирод, это два человека, а Пилат 55 раз. При Понтии и Понтий, в Понтийском Пилате, считаем где. И на молитве можете называть, кто правитель. Вот у нас когда молятся утром, ну утренние молитвы все, мы поминаем правителей, как их знаем. Вчера выставили правителей в нашу молитву 40 стран. Китай, Япония, молитесь за царей. Ну мы молились за тех, которые есть. Непрерывно мы всегда молились, в первую очередь, свой, там, Владимир, дальше Михаил, ну, представитель Совета Министров, Джозепп Американский, ну и дальше всех, здесь у нас Рамзан, есть Эрдоген, Турция, с тех сторон. А сегодня сейчас уже молятся у нас и за Китай, и за всех. То есть, понимаете, присоединяйтесь к молитвам. Так а что это значит? Это означает жизнь, это послушание. А он делает по-своему. Тебе не надо это дальше говорить. Написано молитесь за царя, а не рассуждай, какой он есть. А как? Я в конце добавляю, мы избавим их от покушения, Господи. В разуме их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтобы было из чего уделять нуждающимся. У нас вот такая присказка этому есть. И что? Ну, мы видим как. И поэтому недавно какой-то там схи-схи откуда-то на Греции назвал нашего руководителя всей страной, чтобы молились из всех правителей мира сегодня, по их меркам, самые верующие. И там молятся и везде. Я согласен. И поэтому не умолкайте. Где бы вы ни были, что бы ни было, вы к разговорам, осуждениям не прислоняйтесь. А вот у него там, дальше там и яхты. Тебе не дано еще право быть судьей. Ты молись. Ты получишь награду за это. На руках молитву несем. Он на этом живет. А он это понимает или нет? Видели мои книги, у него библиотеки. Вот понимаете как. И я зашел здесь в представительство, у меня начитанная Библия. Все это отправили. И он когда говорит в самолете, может слушать и проще, может быть мы какое-то влияние там имеем. Слово молиться в Библии встречается 470 раз. Итак, помоги нам Господи. Научи нас молиться, Владыка. О чем мы просили. Вникая в каждое слово, сверяясь с Библией, со своей жизнью. Ему в единой Троице, слава ему Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава во веки. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос.